Ну что ж, я думаю, сегодня сборная Украины реабилитировалась за неудачные результаты последних матчей. И в том числе за недавнюю сенсационную ничью с Казахстаном. С вами снова Константин Калуцкий, и давайте разберем игру Украины и Франции. Здесь сборная, как мне кажется, показала свои лучшие качества. Здесь украинская команда продемонстрировала волю, боевой дух. И, знаете, снова подтвердила, мне кажется, давно уже известную истину, что в матчах с середняками или командами, уступающими в классе, как тот же Казахстан, у украинской команды иногда бывает какой-то ступор. Иногда они не знают, что делать с мячом. Иногда они владеют снарядом, но либо не могут реализовать свои моменты, которые они создают, либо испытывают серьезные проблемы с созданием этих эпизодов. Все-таки в позиционной атаке жертвно-блокитные до сих пор не идеальны. А вот когда нужно биться против соперника превосходящего в классе, с испанцами, французами, вот здесь, пожалуйста, здесь казаки показывают себя во всей красе. Ну, давайте разберем эту встречу, где Украина снова показала умение биться с большими сборными. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод 20Калудский21, который также указан в описании к этому ролику, то вы получите бонус. Три бесплатные ставки. Так что дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Ну и начинаем мы с разбора стартовых составов. Касательно Украины на воротах снова появился Пятов. Ну, понятное дело, почти все голкиперы либо травмированы, либо заболели. Нету ни Бойко, ни Лунина. И, разумеется, в этих условиях нужно делать на кого-то ставку. И тут появился опытнейший Андрей Пятов. В центре обороны, напротив, не особо опытный, но очень талантливый Забарный. И здесь же Кривцов с Матвиенко. На левом фланге появился Миколенко на этот раз. Справа появился Тынчик. Хотелось бы напомнить, что Миколенко в предыдущей встрече вышел одним из центральных защитников. Сейчас он переведен на левую бровку. И таким образом команда, мне кажется, перешла к более оборонительному формату игры. Ну, потому что Миколенко на левом фланге, тем более в качестве латераля, это скорее такой оборонительный скос. Что объяснимо, все-таки соперник француза, действующие чемпионы мира. В центре поля вышла достаточно плотная, опять же, связка Степаненко и Шапаренко. Здесь Тарас Степаненко должен был лупить всех по ногам и прочим конечностям. Он лютый мужик, может с ноги влететь в лицо, как мы знаем, в прыжке. Так что он должен был здесь раздавать люли направо и налево. Ну и Шапаренко в качестве дополнительного центрального хавбека, который, конечно, имеет более атакующее задание. Он должен был поддерживать впереди Ермоленко, который, конечно же, здесь появился. Цыганкова, который, ну, неожиданно лично для меня здесь вышел с первых минут. Да, нету Зинченко, на скамейке запасных остался Малиновский, казалось бы, главные звезды украинской сборной вне состава. Но, с другой стороны, в этом подборе исполнителей был определенный смысл и определенная тактика, разумеется, нацеленная на сдерживание соперника. Что касаемо французов, на воротах Льюрис, в центре защиты Кемпенбе и Зума, справа Дюбоа, слева Люка Дзинь, в центре поля Чуамени, Рабьё и Погба. Футболисты разного типажа, скажем так, Погба и Рабьё – это футболисты, так скажем, широкой формации, а Чуамени – это футболист, который в Монако том же самом. Он привык действовать классическим опорником. Ну, собственно, не мне вам рассказывать, недавно смотрели этого парня в матче против Шахтера. Ну и в атаке Гризман, Коман, Марсиаль. Здесь без Бензима, без некоторых других футболистов, которых, возможно, кто-то хотел посмотреть без Мбаппе, но все равно, согласитесь, тройка атаки поистине устрашающая. Есть на кого посмотреть, есть кого побояться из этих футболистов. Итак, давайте сейчас тезисно пройдемся по вопросу, почему французы не смогли обыграть Украину, почему они снова сгоняли в ничейку, как, кстати, и с баснинцами, с еще одной славянской страной. В общем, какие-то проблемы у французов, видимо, в разборках с восточноевропейскими командами. Хотя здесь конкретно украинцы могут сказать, что у французов проблемы именно с ними, потому что выходит, что в четырех матчах французы ни разу не выиграли на украинской земле. Одно поражение, три ничьи. Ну, может быть, это место как-то заколдовано для них. Любители истории наверняка вспомнят, что когда великий Наполеон Бонапарт вторгался в Российскую империю, он старательно обходил стороной украинские нынешние земли. Воевал где-то там на севере, ближе к Беларуси, Литве, там, Смоленщине и так далее. Украину обходил стороной. Там была, по-моему, третья русская армия Тармасова, которая там какие-то маленькие зарубы устраивала, и все это было второстепенным фронтом боевых действий. В общем, знаете, может быть, французы действительно не должны здесь появляться. У них сразу появляются проблемы. Но, тем не менее, давайте разберемся посерьезнее. Итак, первый нюанс, который хотелось бы отметить, это, конечно же, поразительная, ужасная работа в завершении. Ужасная реализация моментов. Все-таки нужно констатировать факт, что Франция нанесла в два раза больше ударов. И, по-моему, в два раза чаще попадала в створ. И это, конечно же, важный показатель, но, знаете, очки за это не начисляются. Французы свои шансы старательно упускали. Где-то Диаби мог попасть в перекладину, где-то Пятов тащил, вспоминая старые былые заслуги и те времена, когда он был молодой, топовый и так далее. Ну, а периодически французы просто сами дурака валяли, по-другому и не скажешь. И вы знаете, что с боснийцами, что сейчас, мы видим, что французы, имея огромный атакующий потенциал, даже без Бензима, который вышел со скамейки, даже без Мбапе, все равно сумасшедшая атака, великолепные исполнители, но реализация хромает на обе ноги. И, разумеется, здесь, конечно, нужно отметить героизм украинских защитников, которые бились как львы и максимально усложняли работу сопернику. Схема в три центральных защитника полностью себя оправдала. Да, разумеется, здесь и в опорной зоне Тарас Степаненко всем надавал люлей, но если бы французы использовали свои шансы, здесь счет мог быть в корне иным. Поэтому в каком-то смысле немножко повезло. С другой стороны, как говорится, везет тому, кто везет, и фортуна, наверное, должна была вернуть какой-то должок. В матче с Казахстаном Украине не везло, и там, в общем-то, мячи не залетали в тех ситуациях, когда нужно было забивать. Вспомните, какие там были шансы в конце первого тайма. Здесь вернуло должок фортуна. По-моему, все справедливо. В каком-то смысле приятнее даже сыграть две ничьи, если одна из этих ничьих как раз-таки с Францией, чем выиграть у казахов по делу, а потом проиграть Франции. Так как-то даже приятнее. Хотя в плане очков получается и не так выгодно. Касательно других нюансов, хотелось бы, конечно, отметить очень высокую плотность, которая создавалась на подступах к штрафной Украине. Как я уже сказал, эта схема себя оправдала. И вот здесь французы, а здесь нужно понимать весьма специфический подбор исполнителей, который хорош в первую очередь на скорости. Там тот же Горизман, Марсиаль. Вот они без пространства, лишенные маневра, не смогли показать себя. Хотелось бы отметить, кстати, что Украина не весь матч, конечно, отсижилась в своей штрафной. Перед тем, как забить гол, украинцы достаточно неплохо поднажали над соперника. И там было два хороших момента еще до вот этого сумасшедшего удара Шапаренко. Там, по-моему, Ермоненко мог с углового заколачивать. Еще какой-то шанс был со штрафного, то есть стандартики пошли. Ну, а потом Шапаренко расчехлил свою пушку. Пушка страшная, мое почтение. Ну, и хотелось бы отметить, что здесь кто-то скажет, залетело, повезло. Ну, знаете, как в свое время Рязанцев забил Барселонии, Рубин обыграл каталонцев. Вот кто-то скажет, что что-то похожее. Но я не соглашусь. Здесь к этому шло, потому что украинцы создавали моменты. И французы в концовке первого тайма, скажем так, даже больше в второй половине первого тайма, сами подсели. Да и вообще, первый тайм Франция играла настолько плохо, что возникал вопрос, а это точно чемпионы мира? В первой части первого тайма был очень низкий актив, не было ни скоростей, ничего, ни креативности. Ну, а потом украинцы смогли добавить, осознав, что против этих французов можно спокойно играть. Во втором тайме пошла несколько иная игрушка, появились на поле свежие футболисты, и Бензима, и Диаби, и некоторые другие звезды. И тут, конечно, было туго. Здесь французы очень оперативно отыгрались на старте второго тайма. Кстати, там им немножко повезло, не было бы отскоком, может быть, вообще Украина победила бы. Представляете, какая бы была красивая история. Но, так или иначе, французы отыгрались, и после этого началась осада. Тут уже, ну, не то чтобы автобус был от Петракова, но новый тренер понимал, что сидеть в обороне – это единственный шанс. Единственный шанс отстоять хотя бы ничью. Потому что французы в этот момент уже раскочегарились. Это была уже совершенно другая команда. И здесь еще больше плотности, еще больше защитной функции, замены весьма характерные, которые Украина делала в сторону именно обороны. Выходили более работоспособные и, главное, свежие футболисты, готовые прессинговать, активничать, бросаться в подкаты и так далее. И вот здесь уже был момент, знаете, такой игры на выживание. Устоять. И устояли. Потому что, как я уже сказал, против сложных соперников, когда нужно на жилах вырывать успех, вот здесь Украина порой великолепна. Что с испанцами, что с французами, традиционные любимые соперники. Здесь вот в таких ситуациях все замечательно. Это, правда, не снимает другого вопроса. Касательно матчей с тем же самым Казахстаном. Две ничьи. Ну, это вообще никуда не годится. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok